Ни для кого уже не является секретом, что этой осенью выйдут новые смарт-часы Apple Watch Series 7. В этом видео мы собрали все основные слухи, утечки по начинке, дизайну и цене новых умных часов. Вы на канале Яблок, меня зовут Никита, давайте начнём. Вначале давайте разберёмся с новым дизайном Apple Watch Series 7, на которых у многих большие надежды, так как в Apple Watch 6 было ну крайне мало изменений и многим хочется чего-то нового. Тем более, что у Apple Watch, как и у других устройств Apple, срок принципиального обновления дизайна 3 года. Apple не обновляла дизайн Apple Watch аж с четвёртой версии, поэтому есть основания предполагать, что новые часы получат дизайн в стиле iPhone 12, то есть очевидно меньше скруглений. Но вот квадратных острых граней скорее всего не будет, это просто-напросто неудобно в часах. Хотя у дизайнеров есть и такие радикальные варианты, только посмотрите. Немного увеличится дисплей, буквально на 0,1-0,2 дюйма больше станет точно. Кроме того, Apple задействует новую технологию ламинирования, из-за этого переход с экрана на корпус станет ещё менее заметным, он будет находиться ближе к стеклу. Синий и красный Apple Watch 6 стали трендом этого года. Вероятно, в новой серии умных часов Apple появится новая расцветка корпуса, например, многие ждут мятную, как у AirPods Max. Перейдём к основным характеристикам. По сведениям некоторых изданий, одной из главных особенностей Apple Watch Series 7 может стать компактный чип S7, произведённый компанией ICE Technology. Вероятно, большого рывка производительности ждать всё равно не стоит, так как часы уже в шестой версии совершили значительный скачок по мощности. Скорее всего, часы станут немного шустрее, да и на этом всё. Гораздо более важно то, что новый чип будет сильно меньше по габаритам предшественника. Это сможет освободить место в корпусе для новых полезных датчиков и большего аккумулятора. Есть мнение, что Apple Watch Series 7 серьёзно увеличит ёмкость аккумулятора, потому что батарея – самое слабое место Apple Watch. День-два работы для умных часов в 2021 году – это несерьёзно. У конкурентов в этом плане дела обстоят намного лучше. Для более точного отслеживания будет чип U1, который используется в AirTag. Только вот он не работает в СНГ. Ни в России, ни в Украине, ни в Беларуси. К сожалению. Встроенная память тоже останется на уровне шестой модели. 32 гигабайта – этого вполне достаточно для часов. Теперь о самом интересном – новых функциях. Самым популярным слухом относительно новых часов является тот, что новое поколение часов Apple Watch 7 будет содержать оптический датчик измерения глюкозы в крови. Известно, что Тим Кук ещё в мае 2017 года тестировал в кампусе Apple носимый трекер сахара в крови, который работал в часах Apple. Конечно, не стоит рассчитывать, что это будет профессиональный высокоточный медицинский аппарат. Всё-таки для стопроцентной точности нужно будет и дальше использовать глюкометр. Но для отслеживания основного показателя датчика в часах должно хватать. Дизайнеры 9to5Mac даже показали, как Apple могла бы реализовать данную функцию в интерфейсе своих смарт-часов. Это очень похоже на то, как Apple сделала в Apple Watch 6 измерение кислорода в крови. Ранее также сообщала, что Apple Watch 7 смогут измерять температуру тела и артериальное давление, но издание Bloomberg рассказало, что мало того, что эти функции, скорее всего, не появятся, так и датчик измерения глюкозы находится под большим вопросом. Вероятно, компания перенесла это нововведение на следующие версии своих смарт-часов. Что ж, как оно будет на самом деле, узнаем осенью, ведь именно тогда, в рамках одной из своих презентаций, компания с Купертино и покажет новое поколение Apple Watch. Что можно знать точно, так это то, что цена на Apple Watch 7 не изменится. Традиционно 399 долларов за версию с маленьким дисплеем и 429 долларов за дисплей немного побольше. Свои идеи о том, что вы хотели бы видеть в Apple Watch Series 7, оставляйте в комментариях. Лично мне хватило бы немного лучшего аккумулятора, да и я уже был бы доволен. Не забывайте ставить лайк, колокольчик и подписываться на канал. Увидимся в следующих видео. Пока!